Сегодня мы будем рассматривать разработку драпировок в платьях. Ну и не только в платьях, в блузках, вообще в женских плечевых изделиях. Вот еще три модели. Вообще разработку драпировок мы с вами уже рассматривали, когда строили юбки. И как проектировать драпировки в Грации, тоже рассматривали. Говорит с повторением о течении. И мы еще раз рассмотрим проектирование драпировок на примере плечевых женских изделий. На построение конструкции с драпировками, с драпировками, идущими от подреза или от линии членения детали. Линии драпировок наносятся на конструкции. Также вот линии членения наносятся. И потом рисуются линии драпировок. После чего детали разводятся, выточки скрываются и раскрываются в местах мягких этих складок или фиксированных складок в зависимости от того, как раскрывается. Производится либо коническое расширение, либо параллельно коническое. То есть, если бы у нас вот здесь еще был увеличенный объем, то можно было бы раздвигать параллельно конический. Получаемый зазор между прямой и ломанной сторонами исходной выточки. Вот видите, здесь есть такой зазор. Образует такой дополнительный объем, необходимый для получения этих мягких складок. Ну а теперь перейдем к построению модели в Грации. Я уже вызвала, как всегда, основу женского платья по методике трикотажного дома модели. Выполнила ее до паузы. То есть, построение деталей стана. И теперь начнем моделировать. Загрузила рисунок модели. Вот такая модель. Видите, здесь отрезная деталь с выточкой под небольшим наклоном из бокового шва. И идут складки драпировок, вот так расходящиеся. Их я посчитала 11 штук. Значит, как мы начнем строить? Прежде всего определим угол наклона выточки. Проводим наклоны под углом 15 градусов. Здесь не такой там был. Находим точку пересечения. С боковым швом ограничиваем линию, чтобы она не мешала. В принципе, можно не ограничивать. Переносим верхнюю выточку сюда. С помощью макрооперации. Вы помните, как это делается. Теперь там была расширенная горловина и немножко удлиненные плечевые срезы. Если хотите, еще разочек посмотрим. Вот видите, расширенная горловина и чуть-чуть удлиненные плечевые швы. Откладываем ширину горловины, чуть-чуть ее углубляем. Теперь, вот видите, создали плавную линию, новую линию горловины, спинки расширенные. И приложили ее к плечевому шву полочки, чтобы сейчас вот достроить линию горловины переда. Продлеваем линии плечевые швы. Продлеваем линии плечевые швы. Проводим новые линии пройм. И выделяем детали переда. Разворачиваем ее так, как у нас несимметричная. И строим отрезную часть. Откладываем по боку длину ее. И проводим плавную линию. Немножко ее корректируем. И делим на 12 частей, чтобы у нас получилось 11 точек для разведения до складок. Присваиваем расстояние между точками. У нас же здесь есть знаковая, раз мы делили на равные части. Создаем переменную расстояние между складками. Чтобы потом каждый раз не вводить эти величины. Проводим еще одну плавную линию. Это вот линия, которая у нас будет разводиться в районе выточки. И теперь через вот эти точки, все деления, будем проводить наклонные, которые немножко будут расходиться. То есть мы определяем. Вот видите, первая наклонная. Проходит через эту точку под углом этой линии и плюс 5 градусов. Чтобы они немножко все были не параллельны, а чуть-чуть расходились. И следующая будет под углом линии предыдущей и тоже плюс 5 градусов. Они будут равномерно вот так расходиться. Видите, они даже соединяются в одной точке. А сверху у нас должно пойти, наоборот, в другую сторону. Мы проводим наклонную, верхнюю, следующую. Находим теперь пересечение линий. А вот эта у нас пошла по горизонтали, поэтому у нас не наклонная идет, а как тут отложить по линии вот до этой линии. Теперь находим точки пересечения этот цикл и изменяем контур. То есть вот эту деталь как бы исключаем из контура. И теперь вот эти все точки пересечения вводим в деталь. Все построили и вот переведем на следующий лист. Кстати, вот там вот она, деталь как-то есть. Создаем новый лист, лист 2. И с помощью макрооперации перенос деталей перетаскиваем с листа 1 на лист 2 наши детали. Там ее берете, нажимаете на Alt, фиксируете детали и перетаскиваете в то место, которое вам нужно. Следующий мы прибавляем прямо близко-близко. Почему? Потому что она потом, когда начнет разворачиваться, она сюда уйдет. Теперь задаем переменную величину разведения P, ну R, 5 сантиметров. Такая складочка больше 2,5 сантиметра. И раскрываем деталь. Нижнюю часть раскрыли только. И теперь раскроем отдельно верхнюю. Можно было и за один раз, но так не было проще. Давайте перерисуем. Так, теперь у нас осталась вот эта выточка. Мы ее вот сюда раскроем, а здесь закроем, да? Опять макрооперации перенос выточки. Есть. Удаляем вот эту деталь перед. Проводим новую вот плавную линию. Видите, вот она у нас раскрылась вот через эти точки. И вот сюда проводим. Можно было ее и более выпуклую, если вы хотите сделать такие более падающие складки дробировок. Но я сделала почти через это вот здесь немножко. И теперь вот по этой новой линии мы откладываем и расстояние между складками и глубину складок. Видите, пошли они снизу сначала. До выточки. А теперь пойдут сверху. И выделяем новую деталь. Теперь проведем долевую линию. Имейте в виду, что в настройках... Вот видите, долевая по умолчанию направлена вниз. Но можно менять. Под углом и вверху. То есть смотря какой у вас там рисунок будет и так далее. То есть вот сейчас мы должны будем, чтобы задать ее вниз, нажать сначала эту точку, потом эту точку. Нажали. Вот она появилась. Видите, стрелочка показывает направление. Потом мы делаем поворот деталей. Вот при таком стандартном заданном направлении вниз. Здесь появляется угол 270 градусов, на который поворачивается. Вот она встала автоматически. Помните, вот в макрооперации есть поворот по долевой. Теперь очищаем чертеж. И вставляем надсечки. Надсечки на бедрах и надсечки там, где складки. И вот что я хотела вам еще сказать. Когда вы делаете модель с драпировкой, то вот такая автоматическая градация, когда вы сдаете большой диапазон размеров, может и не проходить. Потому что через разные участки, участки контура, могут проходить в разных размерах линии. То есть надо смотреть в каждом размере отдельно и в каких-то размерах подправлять. То есть немножко будет отличаться алгоритм. И вообще определять диапазон. Ну давайте вот мы сейчас здесь проверим. Так, выполнение. Параметры размножения у нас здесь заложены сейчас базовый 92-й, просто 64. Минимальный. Я поставила небольшой диапазон, потому что такое платье с драпировкой, наверное, для большого размера не очень подойдет. Минимальный 88-158, 96-170. И вот перестраиваем. 88-158 нормально получилось, а 88-164 загоречалось, что что-то не так. Посмотрим, в чем дело. Зададим базовым размером именно тот, который у нас не получился. 88-164, да? Перестраиваем. Вот точку, точка в деталь. Что им не понравилось? Давайте делаем покрупнее. Вот видите, мы вставляем в деталь перед, да? точку, новую точку, после последней точки старого контура, точку 335. А у нас последняя точка контура будет не точка 335, которая вот она, а вот эта точка на бедрах. То есть в другом росте и размере она попадала до, вот эта точка пересечения до линии бедер. А сейчас получается наверх. Поэтому здесь вот, как написано было, образуется петля, то есть они туда-сюда идут. Значит, вот для таких ростов здесь надо будет и размеров. Просто поменять, поставить, что будет старая точка. Это новая точка. То есть в драпировках нельзя однозначно, чаще всего, выполнить градацию по размерам и ростам. Надо смотреть каждый размер и в нем что-то возможно придется уточнить. Поэтому сейчас мы поставим базовый размер, какой у нас был. 92. Перестроить. Выполнить до конца. Вот здесь все нормально тогда прошло. Давайте еще разочек посмотрим модель. Рисунок. Вот наша модель. Мы ее построили. На сегодня все.